Постановление 15.24 вступит в силу 18 марта. Оно требует, чтобы водители при вынужденной остановке или в случае ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости одевали куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала. Правило действует, когда автомобилист находится непосредственно на проезжей части или на обочине. Если на человеке нет специального жилета, то в темноте его видно лишь за 30, в лучшем случае за 50 метров. Это расстояние машина проходит за 2 секунды. Слишком мало, чтобы среагировать на возникшие препятствия. На самом деле это очень важно. Любой водитель может убедиться в этом сам. Как видно на проезжей части инспектора ДПС в ночное время, так и будет видно и любого гражданина, который либо на проезжей части, либо на обочине будет находиться. Поэтому в зоне видимости будет световозвращающее обмундирование очень полезным. Стоимость таких жилеток начинается с чисто символических величин – от 100-150 рублей. Так что самые ответственные могут приобрести их не только для себя, но и для двух-трех попутчиков. Надетый спецжилет позволяет увидеть человека на обочине за несколько сот метров. Это почти полная гарантия от наезда. Размер штрафа для автолюбителей за отсутствие такой амуниции еще не определен. Мера ответственности для пешеходов уже установлена. Она составляет 500 рублей административного штрафа. А для водителей еще будет установлена. Закон вступает в силу с 18 марта. Поэтому изменения будут в административном кодексе по этому поводу. До 18 марта сотрудники ДПС собираются провести с водителями большую профилактическую работу. Кстати, в Евросоюзе за отсутствие светоотражающих полос на одежде водитель может попасть на штраф до 600 евро. Петр Горухов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.